Все богатства в руках узкокруга лиц и эйфория власти и могущества оказались иллюзией на рубеже второго тысячелетия. У меня к вам просьба. Чуть помедленнее и погромче. Хорошо. Человечество Земли сейчас находится в тупике, который ведет к гибели. Все современные достижения науки осуществляют во имя жажды денег и власти, а не на благо человека. Плеяда фальшивых учителей, ученых, философов и священников развилась в индустрии одурачения общества и его части. Целая система науки построена на кем-то и когда-то в условно принятых постулатах без участия логики и доказательств, без учета того, как это влияет на человека. Существующая в настоящее время истина запретов на исследование истины. Ученые, которые делают новые открытия и разрушают стену запретов, подвергаются гонениям, преследованиям, угрозам физической расправе, наконец, физической расправе, если он не останавливается в своих исследованиях. Все это привело к ущербному естествознанию, ущербной науке, привело к нашу ущербную техногенную цивилизацию к краю пропасти, на которой мы сейчас стоим. Сейчас многие страны ищут выход из этой ситуации. Мало того, человечество Земли сейчас находится в переходном периоде от века рыбы к веку водолея. По имеющей у меня информации, этот великий переход готовится к 21 декабря 2012 года. Самое серьезное испытание для нашей цивилизации. В силу вышеуказанных причин, цивилизация Земли оказалась полностью неподготовлена к этому переходу. Для того, чтобы что нас ждет на этом великом переходе, нужно знать и понимать энергоинформационные законы космоса. Человек-микрокосм и отражает или дублирует своим энергоинформационным устройством макрокосм. Только поняв феномен человека, мы можем понять устройство космоса, получить знания истины, вооружиться ими и строить космогенную цивилизацию, используя новые техногенные устройства. Именно на этих знаниях истины стояли древнейшие, ей 5,5 миллионов лет, и могущественная цивилизация наших светлокожих предков Ариев, пришедшая на нашу мир в Газземлю около миллиона лет назад и проживавшая на ней постоянно 144 тысячи лет. Они оставили огромное количество информационных техногенных материалов на Земле, которые свидетельствуют о высочайшем построении с нашим уровнем развития цивилизации. В основе их цивилизации лежат трансовые технологии, с помощью которых они исследовали окружающий мир и получали знания истины, которые они взяли на вооружение своей цивилизацией. Исследование человека, включая тонкополевые тела, стало предметом моих исследований. С 1977 года я начал поиск информационных техногенных остатков древнейшей цивилизации Ариев. Сфинкс, который представлен вам, это планетарный символ наших светлокожих предков. Изучаемый мною разбросанный мозаично по всему земному шару археологический, этнографический, фольклорный, космопланетарный, философский, религиозный и техногенный материал цивилизации Ариев свидетельствует об их чрезвычайно мощном научном потенциале. Не видимый обычным зрением тонкоматериальный комплекс для переброса на Землю необходимой праной энергии, то, что вы говорите эфиром. Стоит на нашей Земле надземные, подземные, подводные пирамиды, объединенные в целостную систему управления энергетикой нашей Земли и Вселенной. Использование пирамид для терапевтической связи с цивилизацией 16 Землей и других Вселенных, с которыми ранее дружила мир, газ, земля. Чего стоит 17 порталов с трехэтажным домом, которые стоят на нашей Земле. Я вам сейчас просто портал покажу. Вот портал. Так называемый Таллиннский объект. Под Таллином. Это один из объектов. Они находятся в особых энергетических местах планеты. Находятся под землей, не на Земле. Это физические объекты. Мужчина копал колодец и случайно скочил на один из таких объектов. По ведам это иглы небесные. Предназначены для мгновенной переброса звездолета в одном мгновении на Землю других Вселенных. Рядом с ними находится еще один объект. Линзовидные формы. Это межзвездные врата. Он предназначен для переброса человека, мелких животных и мелких инструментов на Землю других Вселенных. Один корпус, только оболочка этого элемента состоит из 38 элементов таблицы Менделея. Многие из которых в природе не встречаются. Обладает магнитными свойствами. Высочайшей жаростойкостью. Выдерживает кипящую царскую водку. По мнению ряда специалистов, такого рода материал при современном уровне развития науки и техники на Земле получить невозможно. В ходе моих поисков определился источник этих знаний, который лежал в основе этого высочайшего научного и техногенного развития этой древнейшей могучной цивилизации. Трансовые технологии Ариус. С помощью которых они изучали природу, жизнь во Вселенной и владели технологиями энергоинформационного обмена всей Вселенной. Они владели трансовой медициной, и врачи могли оказать помощь Земле, астронавтам, находящим на Марсе или на другой планете нашей Вселенной. Они с помощью трансовых технологий могли использовать любую энергию, стихию для своих интересов. Протоновую, агнеэнергию, прану, антипрану. Протонную энергию они использовали в своих порталах для мгновенного переброса светолетов у людей на Землю других Вселенных. Поэтому им нужны были и знания о протекании времени этого процесса. Не случайно в их плоскостных обсерваториях Синташа и Каим есть временные отрезки в миллионную долю секунды. Протонная энергия использовалась ими в целях управления временем и своей жизнью в физическом теле. Жили по 5-7 тысяч лет и более. Прану энергию и антипрану энергию они использовали в своей трансовой медицине. Они могли не только лечить, но и оперировать с помощью трансовых технологий. Агнеэнергию Арии используют для трансовых технологий восхождения и соединения с абсолютным вертикальным путь завершения эволюции души человека до полубогов и богов. То, что говорит Солковский, лучистая человечество. Обычный путь эволюции души человека идет миллион лет вместе с Землей. С помощью этой технологии Арии могли построить из проматерии любой сложности объекта, как в космосе, так и на Земле. И могли любой физический объект вплоть до Земли или Вселенной уничтожить или перевести в проматерию. Но агнеэнергия, необходимая для восхождения, приходит на Землю один раз в 25 920 лет. Тогда, когда Земля, сделав круг, приходит в точку своего рождения. Арии в Тибете был создан специальный комплекс в форме генома человека. Из 108 горных пирамид с помощью каменных зеркал и энергоинформации они получали искусственную агнеэнергию, необходимую для восхождения и для своей работы в космосе и на Земле. Это своеобразный космодром. Я вам сейчас покажу. Так, что-то картиночки не показывает. Нет, это он проскочил один. Сейчас, секундочку, вернусь. Да, я понимаю, но вот картиночку что-то не показал. Нет, не показал. А вот все-все-все, вроде бы остановился. Вот он, вот он, вот он. Вот комплекс со 108 пирамид. Значит, есть, значит, Лхасу, комплекс, значит, у них стоит. Он стоит южнее этой точки, строго на север, маленькая гора, у подножия которой стоит храм. Совершенно это, значит, этой горы они совершали раньше расхождение. Я об этом уже говорил. Эта гора расположена в северной Лхасу, в особо энергетической точке планеты. Выполнив специальную трансовую технологию, арии брали искусственные огни и энергии, проходили три стадии трансмутации. И дальше шло вот это восхождение. Значит, получив эту энергию, шел выход из тела. Значит, стадия лотосного пути Будды, это на земле. Стадия четырех рукавшива, это на земле. Потом выход из тела, молния, и все, человек находится в космосе. То, что они называли, рудро-рыкающий. Это последняя завершающая стадия. Вот, он изображен с помощью четырьмя руками. Значит, ну, это моя транскрипция этого же восхождения. И в 1995 году я, набрав огнеэнергию, которая сейчас пришла на Землю, значит, я совершил выход из тела и совершил это восхождение. Этот уровень полубога, значит, когда еще не разорван серебряная нить, связанная с физическим телом, арии использовали для своих работ на Земле и в космосе. Они могли еще вернуться в свое физическое тело, из-за этого их называли дважды рожденными. А могли и завершить свою духовную эволюцию, разорвав серебряную нить и аннигилировав свое физическое тело. Окончательно трансформировались в богов. Бог — это высшая в своем эволюционном развитии сущность. Это окончательная цель нашей эволюции. Чтобы стать бессмертными полубоги, и боги уходили за пределы нашего линейного времени. Наша Вселенная — город богов. Значит, город богов был сфотографирован НАСА в наши дни. За пределами Вселенной огромный город висит. Значит, там видны улицы, похожие на Исааки и все прочие. Знаковая система города. Сбоку находится проход в город. — Координаты примерно какие? — Ну, я не могу вам сказать координаты, я просто снимок вам привожу, к примеру, и все. — За пределами Вселенной? — За пределами Вселенной. Огромный город висит. Они, думаю, сначала у них линза там, сколота, поменяют линзу, но, тем не менее, город этот есть. Значит, результаты мы их исследуем с помощью трансовых технологий Ариэл. С 1981 года я приступил фактически к изучению трансовых технологий. У человека в физическом теле есть пять органов чувств, которые знает каждый из нас. Эти органы чувств рассчитаны на фотонный режим и обеспечиваются всего 5% нейронов головного мозга. Но кроме фотонного режима Вселенной и в каждой правильной физической форме, включая и человека, есть и антифотоновый режим. Если исходить из того, что человек энергоинформационное существо, то появление физической формы или грубо физического тела — это более позднее приобретение по сравнению с ментальным, чувственным телом, астральным, энергетическим телом и эфирным телом, дубликатом физического тела. Об этом говорят все древние учения, которые были оставлены ариями. Об этом же говорят и исследования современной науки. На тонкий материал тела человека и других животных нельзя увидеть нашим обычным фотонным зрением. У человека есть другое антифотонное зрение, которое эволюционно появилось раньше, чем фотонное зрение. Природа нам демонстрирует фотоны и антифотонный режим радугами. Вначале антифотонного радуга нашими фотонными зрительными анализаторами воспринимается как более блеклая. Значит, цветность идет в другом направлении по сравнению с обычной радугой. Мы их неоднократно видели вместе, но мы изучили только фотонный режим. Тонкополевые тела человека мы можем увидеть с помощью антифотонного эксистенционного зрительного режима. Он обеспечивается и остальными 95% нейронами головного мозга. Два года у меня ушло на то, чтобы овладеть устойчивым режимом эксистенционного зрения. Любая попытка логических мышлений в этот момент приводит к выходу из правополушария на антифотонный эксистенционный режим. То есть, включение фотонного режима, восприятие левополушария. Устойчивость эксистенционного режима базируется на образном мышлении, то есть на правом полушарии. Зарождение жизни Вселенной и всего живого, включая человека, протекает по единым энергетическим, информационным и временным механизмам. Этот процесс зафиксирован астрономами. Протонная энергия Значит, вращающий листок протонной энергии. Плазменная энергия, охватывающая края листов протонной энергии, отличается направлением вращения, которое создают магнитные поля и начинается процесс стягивания краев листов протонной энергии в округлую форму, яйцеобразную. Как только верхний листок протонных листков соприкоснется... Как только верхние два конца протонов листков соприкоснутся, значит, сразу образуются два Солнца. Солнце и антисолнце. Значит, в одном Солнце идет распад плазменных фотонов, в другом плазменных антифотонов. Значит, фотоны дают нам прану по-индусски или тот эфир, о котором мы говорим, жизненный, или праматерию, из которой строятся все наши тонкие физические тела. А антипрана, она фактически разрушает. У нас, в принципе, в организме постоянно идет это обновление, 5-6 лет у нас новое тело. По большому счету мы не должны, в общем-то, стариться и умирать, но мы умираем по другой причине. Иногда с Земли видно сразу три вот этих объекта, то есть три Солнца, радуга и антирадуга. То есть мы видим этот процесс аннигиляции, взаимодействия. Если мы перейдем к человеку на тонкополевом уровне на астральном теле, то увидим точно такую же картину. Значит, энергия кундалини у первой чакры внизу — это процесс аннигиляции. Каналы Ида и Пингала правой, левой — это вот края протонной энергии, по которым перетекает. Ну, будем говорить, с правой стороны идут мужские или фотоновый режим плазменный, а с левой — антифотоновый режим. Значит, под шестой чакрой они переходят на другую сторону, излучаются из головы. Значит, фотоны идут в область сердечной чакры, где разрушаются с образованием праны или эфира, о котором здесь много говорили. А второе, значит, антифотоны идут, разрушаются в антисердечном Солнце. Значит, вот откуда это берется энергия. И Чижевский в свое время об этом говорил, что время, дескать, дает эту энергию. Это не время, это идет процесс как бы разрушения плазменных фотонов с выделением части энергии. Значит, эти же, в общем-то, рисунки можем увидеть и в игрушках, и в культуре ариев. Значит, вот их игрушки, то же самое, посмотрите. Те же самые игрушки, два круга, и то же самое идет вот этот переход энергии. Значит, в курганах один поглощающий, один принимающий. То есть асимметрия вот эта. Мы живем до тех пор, покуда не закончится вот эта асимметрия. И Солнце, вы знаете, что Солнце со временем старится у любой Вселенной и погибает. То есть уходит через черную дыру. Каждый человек, когда умирает, он точно так же рядом с ним образуется эта черная дыра. Значит, ну а дальше идет, в общем-то, процесс. Вы знаете, как Вселенная, я в физике, более точные люди в этих вещах, я доктор, поэтому. А дальше идет просто перерисовка вот этих двух протонных лесков. То есть тот, который излучает энергию поглощающий, тот уменьшается. Потом резко притягивается к тому, который поглощает, тот раздувается резко. И протягивается через нее и выворачивает наизнанку. Расходится, и через некоторое время начинается этот процесс по-новому. Значит, с протонной энергией я провел два эксперимента. Поскольку становится понятен процесс жизни любого физического объекта, а зависит он от времени процесса энергетического выражения двух взаимодействующих листов протонной энергии, то я взялся вопросом, а можно ли повлиять на этот временной процесс? Я решил сократить время взаимодействия двух листов протонной энергии и моделировать процесс своей смерти. Этот свой эксперимент я назвал путешествием во врата смерти. Поскольку у мужчин правый листок протонной энергии больше, я перебросил часть протонной энергии справа на левый листок. Как только я выровнял энергию двух взаимодействующих листов протонной энергии, то сразу почувствовал, как моя душа начала гулять по центральному каналу вверх и вниз. За три дня перед смертью листок человека делается симметричным. И он испытывает точно такие же ощущения. Я понимал, что заканчивается его жизнь, и ему пора прощаться с своими родными и близкими. Затем я покинул через макушку свое физическое тело. Я ощущал, что я имел тонкое тело и попал, словно в сильно запаленный, плохо освещаемый подвал, в серое пространство. Я чувствовал, как меня каким-то слабым потоком тянет вперед. Я осторожно и медленно на тормозах двинулся в это направление. Я не знал, что меня ждет, и был готов к тому, чтобы внезапно завершить свой эксперимент и вернуться в физическое тело. Пройдя запаленное пространство и выйдя из него, я обнаружил огромные 150 метров черную воронку по траектории своего движения, куда меня сносило каким-то энергетическим потоком. Когда я попал в фокус этой черной воронки, то почувствовал, что моих энергетических тормозов может не хватить, и черная воронка меня всосет. Я прижался к краю воронки и пошел по ее поверхности, к центру черной воронки, намереваясь заглянуть внутрь ее. Тут я обнаружил, что стенки черной воронки имеют ступеньки, 10 больших, и на каждой большой находятся 7 маленьких ступеней. Они отличаются тем, что на маленькую ступень была размером с длиной моей ступни, а большая размером двух моих ступней. Я обращал на себя внимание на то, что края этих ступней были округлыми и гладкими. Я чувствовал, что если я подскользнусь и спотыгнусь, то меня тут же всосет эта черная воронка. Так, осторожно спускаясь, я придаю 6 больших ступеней и почувствовал, что черная воронка высоса из меня около 40% энергии. Я понял, что из-за дальнейшей откачки моей энергии эксперимент становится опасным, решил, не закончив прекратить эксперимент и вернуться обратно. Я развинулся, и когда хотел пойти наверх, обнаружил, что я не могу поставить ногу на высшеджайшую ступеньку. Нога скользила по невидимому глазу препятствие и вставала на ту же ступень, на которой я находился. В работе «Моуди и путешествия в тонком теле» я читал о временных ловушках, и поэтому решил сместиться влево на несколько метров и попытаться вновь пойти наверх. Но и здесь я не смог подняться вверх. При этом я обнаружил, что смещение влево, а лестница спирально опускается вниз. Тогда я решил идти вправо и вверх, и пробовать подняться по ступенью вверх. Но мне это сделать не удалось. К тому же я продолжал терять свою жизненную энергию. Я остановился, чтобы оценить ситуацию, в которую я попал. Прямо вверх подняться по ступенью я не могу. Могу подняться по серпантину, но это займёт много времени. Мне не хватит энергии, которую я продолжаю терять. Тогда я решил подключиться к пране нашего Солнца. Не тратить своей энергии и по спирали подняться вверх. Проделав это, я оказался на верхнем крови воронки, затем сильно натолкнулся от нее, оказался в своём физическом теле. Вновь перебросил протонную энергию, но теперь уже с левой лестницы, а на правой. Восстановил своё предначальное состояние двух моих взаимодействующих листов протонной энергии. Состояние было ужасным. Сил совершенно не было. Было такое ощущение, что я один только что разгрузил два вагона с углём. Шесть часов после этого я проживал свой эксперимент, я чувствовал, что энергия постепенно восстанавливается. И когда половина энергии вернулась в моё тело, то понял, что она полностью восстановится. Затем быстро поправил свою пранную энергетику, и окончательно я пришёл в себя. Около двух недель в моей голове появлялся какой-то амплитудный звук, а впоследствии он прошёл. Так закончился мой эксперимент с укорочением времени процесса взаимодействия протонных листов и моделирования своей смерти. Но я не советую повторять мой эксперимент, так как учёный из Санкт-Петербурга не смог вернуться в своё физическое тело и погиб. Я узнал об этом в Международном конгрессе планеты 2000, который проходил в Санкт-Петербурге в 1997 году, на котором я в своём докладе сообщил об этом эксперименте. Какие выводы направлены из этого эксперимента? Да, управляя протонной энергией с помощью образной информации, психической энергии, можно повлиять на время работы двух взаимодействий листов протонной энергии. Как в сторону ускорения этого процесса, так и в сторону увеличения. В продолжительности этого процесса до 5-7 тысяч лет и более, как это делали Арии. Я сейчас приступил ко второй части эксперимента. Второй эксперимент с протонной энергией. Я знал методы треугольника использования протонной энергии одного эксессенса Ильина из Санкт-Петербурга. С помощью этой энергии он лечил органы и части человека, которые располагались ниже пояса. Он брал протонную энергию. Я помню, что регламент вообще... Я думаю, да, я влашусь. Просто это очень интересные вещи, которые физикам, я думаю, нужно знать. Он брал протонную энергию с Земли, проводил часть человека и отправлял снова в Землю. У меня сразу же возник вопрос. А почему этот эксессенс не использует протонную энергию для лечения всего тела человека? Я решил модифицировать этот метод, прогнать протонную энергию снизу вверх часть человека, определить, можно ли лечить человека протонной энергией. Когда я выполнил первую часть эксперимента, то тела человека резко расширилась, она стала в два раза шире, нарушилась гравитация, она всплыла над полом. Мистера, которые наблюдают этот процесс, не видят чёрной протонной энергии. Пациентка же описывала следующее. Вначале было всё спокойно. Я видел, как вы сидите, закрыв глаза, начали выполнять трансовую технологию. Внезапно, словно топором мне разрубило голую домочек ушей, вокруг меня около 40 сантиметров чёрная бархатная энергия со свистом шла вверх. Эта чёрная энергия приподняла меня над полом, моя голова начала запрокидываться назад, и вдруг я почувствовал, что растворяюсь в ней, как сахар в рафинад в чае. Я сильно испугался и хотел закричать, но увидев ваше спокойное лицо и две ваших ладони, я сдерживала себя, и в голове есть только одна мысль. Надо терпеть, надо терпеть, надо терпеть. Я больше ничего не видел, ни вашей тени, ни обстановки в комнате, ни медсестры, которые участвуют в эксперименте. Потом всё так же внезапно прекратилось, я вновь вернулась в реальную действительность. Значит, если бы у меня в этот момент была образная команда перебросить её тело в любую точку пространства, в Америку, в Канаду, в США, она бы мгновенно на этой энергии могла сделать. Но я этого не делал. У меня была установка только на 5 минут, только на добро избавить её от острейшего радикулита. В момент проведения эксперимента я ничего особенного не испытывал. Только в эксистенционном режиме видел и чувствовал вибрации чёрной протонной энергии. Когда сеанс закончился, я взгляну на пациентку, она была сильно испугана. Чтобы как-то её отвлечь, от этого я попросил её идти и почувствовать, есть ли боль у неё в ноге. Она взял шаг, вторую сказку, что боль полностью ушла. Выводы, которые я сделал после этого эксперимента. Нельзя проводить такие эксперименты с энергоинформационной, они подготовлены к этому человеку. Раз. Второй человек, который подвергается воздействию протонной энергии, должен иметь хорошее и здоровое сердце. Протонная энергия раздвигает молекулы физического тела и могла использоваться армией в порталах для телепортации звездолётов и человека на Землю других Вселенных. С этой протонной энергией часть самого столкнулся при Великом переходе 2012 года из антимира, в котором Земля находилась 5000 лет, в мир света. Об этом Великом переходе свидетельствуют многие древние современные информационные источники, но находиться в ней придётся от 36 до 72 часов. Это может привести к массовой гибели, не подготовленной к этой информации людей. С 2014 года, до 1996 года, энергетическая Земля по свидетельству докладов учёных Международного конгресса планеты 2000, выросла в 40 раз, при этом увеличившись количество внезапных смертей. Кандидат медицинских наук из Чикаго, Мирс, на немцах, сказал, что у них в штате от внезапной смерти погибло 62 тысячи человек за год. Это необъяснимо судебными экспертами смертных, наблюдающих у маленьких детей, у подростков, у взрослых людей. На физическом уровне врачи не могли находить никаких причин, которые могли бы вызвать эту внезапную смерть. Я проверил количество внезапной смертности в 1996 году в Волховском районе Ленинградской области. Она оказалась на уровне 4,3%. По 2010 году она уже составляла 16,8%. Если судить по росту внезапной смертности, то следует думать о нарастании энергетики Земли ещё в 4 раза. Земля продолжает приближаться к вратам, через которые будет осуществляться Великий Переход. Поскольку я занимался вопросом диагностики лечения больных с помощью трансовых технологий, то я нашёл причину внезапной смерти человека. Она связана со сбойной энергетикой в тонких челах человека, в основном на каналах Ида и Пенгала. Фотонный режим разгоняет все процессы энергетики в физическом теле, а антифотонный режим успокаивает все энергетические процессы. Фотонный режим... Я могу ещё раз напомнить, что ваше время давно истекло. Если вы позволите, иначе мы не закончим, и люди не поймут до конца. Если дадите время, то я закончу. Скажите вкратце. Вкратце скажите всё, не надо. Я тогда покажу эксперимент с праной и антипраной. Вот картиночка. Я убирал женщине только что. Головная боль сильно её беспокоила. Калит, постоянная боль в кишечнике. И левая лёгкая, у неё постоянная пневмония. Вот сеанс проходил 5-7 минут. Картиночка. Вот смотрите, что у неё произошло. То есть там, где у неё больные зоны были, нигде ничего нет. Значит, я стабилизировал только 3 органа и стабилизировал основную систему. Сведоводную в организме. Значит, вот посмотрите, что у неё было. Это её функциональные все нарушения. Значит, до сеанса... Сейчас я просто катаю по картинкам. Пройду и всё покажу вам. Картинка. Значит, вот картиночка, то, что у неё осталось после сеанса. Я не работаю, ещё раз повторяю, со всем организмом. Хотя это обычно я всегда на сеансе делаю. Вот всё, что у неё осталось. Так, секундочку. Я ещё просто по картинкам пройду, раз вы мне не даёте возможность всё сказать. Я просто образ покажу. Значит, то, что происходит в Солнце, то, что происходит в чакрах. Я думаю, что вы должны это видеть и представлять. Вот, значит, процесс. То есть, идёт вот чёрная протонная энергия. Значит, на стыке она встречает... Значит, вот где они соединяются, антифотоны вылетают, и об них разбиваются фотоны. Значит, вот образуется такая структура. Она практически прозрачная, как стекло. Значит, идёт фотон. Он тор, бублик. То есть, в нём внутри истинная чёрная планетка, а наружу плазменный тор между ними красная энергия. Заходит, бьётся об этот встречающий антифотон, разбивается, выделяется сейчас праны, то есть эфир, то, о чём мы говорим. Значит, часть, которая не разрушилась фотона, идёт на сборку новых фотонов. То есть, но они уже не плазменные, а более слабые. И дальше этот процесс идёт практически постоянно. Антифотоны вылетающие разбиваются об анти-сердечную чакру, об плазменные фотоны. Там точно такой же процесс идёт. Значит, если мы посмотрим на Солнце, вот видите, это тоже самое в Солнце идёт. Это наружная оболочка синего цвета, в центре ядро находится, то, о чём я говорил. Оно плавится, вот эта энергия, здесь светлая энергия идёт. Плавится, значит, и дальше летит к наружной поверхности. Почему форму глаза? А вот когда открылась шлакомета рядом, открылась, и сразу вот такая штука. Это зафотографировано НАСА. Значит, я вам сейчас ещё покажу... Я должен всё-таки вмешаться, вы же извините, пожалуйста. Нет, простите, если время дадите, буквально я... Всё, тут осталось три картинки показать, и всё. Я не буду всё рассказывать. Значит, я не буду всё рассказывать. Надо бы меня вовремя было остановить. Всё, 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 я вам просто покажу. Вот смотрите, я набирал, в Международном клубе учёных набирал огнеэнергию плазменную. Значит, по московскому времени, когда у меня не получилось первое, значит, наружное, внешнее поле, начал набирать энергетику. Ну, йогов, вы знаете, 20 Гц максимально, больше у них нет частоты. Значит, в данном случае... А внутреннее поле на отклоняется, не было какой-то энергии. Я набрал где-то около 5 миллионов с лишним. Значит, и вот второй график. Спрашиваете, чего вы набрали? Плазменная энергия. То есть частота тела увеличилась на такое количество. А во втором графике они слились вместе. То есть пришла та энергия, которая необходима была для восхождения. То есть это за физическим прибором зафиксировано. Значит, ну вот этот выход, о котором говорил. Значит, стадия от Рудера-Рыка, еще не зря они изображают ключ от неба. Вот то, что говорили все религии мира, что у них ключ от неба. Вот он, ключ от неба. Значит, это восхождение. И последнее, человек, соединяясь с абсолютом, это раздается такой звук, похожий на Рык-Льва. Значит, и символ Ариев, значит... Так это вот я показывал вам уже город богов. И символ Ариев, значит, соединение двух энергий в теле человека, мужской и женской, вместе. Значит, энергия, которая не зря, земля показана красной, то есть когда приходит на землю, энергия не галяется, тачек может совершить восхождение. Значит, земля, когда подходит к этому, значит, к этой энергетике, она качнется, ее качнет, и она совершит круг. Вот 16 вселенных по кругу находятся сверху. Значит, большая медведь, и делает круг по небосклону. Значит, знак этот был виден в Паше, значит, в Волховском районе, это эпицент, это знак, аппаратические повествования об этом говорят. Значит, благодарю за внимание. Значит, у меня первая работа, которая вышла по первому конгрессу, вот, истинное угненное крещение, или божественная трансформация, или высшая, ну, говорит, трансформация человека, Бога, человека, лучистого человечества, изложена здесь. Я здесь не приводил технику восхождения. Значит, здесь две работы. 120 тысяч лет информационный плац, что было на Земле, произошло, и здесь же все трансформации технологии, вплоть до восхождения. Скажите, пожалуйста, значит, еще раз, город Богов находится за пределами Вселенной. То есть, Вселенная имеет пределы? Вселенная имеет пределы, да. Так, она, таким образом, имеет и начало рождения, нет? Значит, еще раз повторю, значит, точно так же, как мы рождаемся, мы повторяем точно такие же все процессы, значит, два листа протона энергии. Когда они начинают соприкасаться, начинается процесс аннигиляции. И с этого начинается фактически рождение Вселенной. А дальше все идет от того, о чем я вам рассказывал. И вот сейчас единственное, значит, вот я говорю, я просто все эксперименты не смог сегодня доложить, поскольку время было ограничено, значит, встает вопрос, что такое образная динамическая психическая энергия. Если этот вопрос физики смогут решить, значит, тогда цивилизация наша может все иметь. Можем не сеять, не пахать, все иметь. Не седем.